Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, компания «Нравомаркетс» и рад приветствовать вас на нашем видео. Сегодня мы поговорим об итогах прошлой недели, о том, что порекомендовал Трамп американцам в качестве борьбы с коронавирусом. В целом поговорим о ситуации вокруг коронавируса, ну и что нас ожидает на этой неделе. Ну а перед началом не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, и вы также ваши вопросы оставляете в комментариях. Итак, начнем с достаточно громкого и достаточно провокационного заявления, которое мы услышали от Трампа на прошлой неделе. Конечно же, это может звучать очень странно, но Трамп попытался пошутить нас с журналистами, которые присутствовали в Белом доме на пресс-конференции в конце прошлой недели. На пресс-конференции Уильям Брайн, директор отдела научных исследований в Министерстве внутренней безопасности США, рассказал о том, что солнечный свет, дезинфицирующие средства, в том числе спирт и отбеливатель быстро и эффективно уничтожают коронавирус на поверхности. После него микрофон взял президент. Он предложил протестировать нестандартную терапию облучения внутренних органов больного световым или ультрафиолетовыми лучами. Затем он также предложил, что победить вирус можно и с помощью инъекций дезинфицирующих средств или как-то иначе употребляют их внутренне. На следующей неделе, в пятницу, журналисты попросили Трампа прокомментировать эти высказывания. Он объяснил, что его слова не стоило воспринимать всерьез. Он заявил, что саркастически просто издевался над репортерами. Но, тем не менее, по словам губернатора штата Мэриленд, республиканца Ларри Хогана, сотню людей позвонили на горячую линию, посвященную коронавирусу, и задавали одни и те же вопросы об эффективности инъекций дезинфицирующих средств. Это было на прошедших выходных. Ну а в целом ситуация с коронавирусом стабилизируется в ряде стран, а где-то и темпы распространения увеличиваются. Число заразившихся коронавирусов в мире приближается к 3 миллионам. Умерли, по последним данным, порядка 200 тысяч человек. Больше всех заболевших, почти миллион человек зарегистрировано в США. В России число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч. Фактически, уже сейчас Россия обходит Китай по количеству зараженных. Тем временем, летальные исходы в европейские страны все меньше, и некоторые из них начинают смягчать карантинные меры. А многие штаты США также идут на отмену ограничений. Италия, где коронавируса умерло больше всего людей, в мире порядка 26 тысяч. С 4 мая ослабляют жесткие карантинные меры, введенные в начале марта. Бары и рестораны смогут продавать еду на вынос, и чайник им разрешено только доставлять заказы на дом. А итальянцам разрешат ездить из города в город в пределах одной провинции. Будет также разрешено посещать родственников и организовывать похороны, но при условии, что одновременно собираются не более 15 человек. В Испании в минувшие выходные детям впервые после введения карантина разрешили выйти на улицу. А во Франции ослабление карантинных мер будет начинаться с 11 мая. Ну и также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, чтобы приступить к работе в понедельник. То есть сегодня, около месяца назад, у него был обнаружен коронавирус, после чего его доставили в отделение интенсивной терапии. Некоторые британские СМИ предположили, что Джонсон уже в начале недели может намекнуть на ослабление карантина в ближайшие дни. Ну и собственно хорошо, что все так и вышло. Ну и давайте поговорим о нефти, том ключом событии, которое было во внимание на прошлой неделе. Нефть дешевеет к текущему часу на опасениях инвесторов, что сохраняется избыток предложения. Что тот избыток, который сохраняется, приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья, вызовет новый обвал цен на фьючерсы, как это уже произошло неделю назад. В свою очередь, Саудия Арамка начала сокращать добычу на прошлой неделе с опережением выполнять договоренности 23 стран на ОПЕК-плюс о совместном снижении производства. И то, о чем договорились с 1 мая, но они начали делать уже ранее. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в саудовской нефтяной промышленности. Таким образом, Арамка снижает объемы добычи примерно с 12 миллионов баррелей в сутки до предусмотренных ее обязательствами 8,5 миллионов баррелей. И может достичь этого целевого уровня несколько раньше, чем 1 мая. О намерении досрочно начать выполнять соглашение ОПЕК-плюс, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, говорили ранее также Кувейт и Алжир и Нигерия. Ну и, собственно, сейчас нефть продолжает снижаться. У меня также была открыта сделка по нефти, но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте посмотрим, что у нас ожидает с точки зрения событий, которые будут опубликованы на этой неделе и на что стоит обратить внимание. Ну, в первую очередь, начнем мы с данных, которые будут опубликованы в понедельник. Во-первых, это пресс-конференция Банка Японии, ну и также решение по процентной ставке Японии. Здесь пока ожидается, что она останется на прежнем минусовом уровне. Во вторник индекс доверия потребителей от Сибии будет опубликован 29 апреля. Ну, день, который, наверное, вызывает больше всего внимания, выйдет достаточно большой пакет данных из США. Будут опубликованы данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости, также изменение запасов. Здесь мы видим все-таки уже небольшое снижение по данным показателям. Возможно, что дальше это снижение произойдет. Ну и, в принципе, дополнительное снижение добычи, оно этому может также поспособствовать. Но здесь, в первую очередь, это идет по США. Решение ФРС по процентной ставке. На текущий момент фактически ни у кого нет сомнения того, что ставка останется на прежнем уровне. И фактически здесь мы видим, что 100% участников уверены, что ставку не будут менять, не будут повышать, не будут понижать, так как она уже находится на целевом значении от 0 до 0,25%. Ну вот посмотрим. То есть, опять же, если будут какие-то сюрпризы, если будут ставку понижать, если будут ставку повышать, то рынок вероятно среагирует. Ну а сейчас, с большей вероятностью, уже все эти факторы, они есть в цене. Ну и также дальше пройдет уже пресс-конференция ФОМК, что, наверное, в зависимости от риторики, даст понимание дальнейших действий и дальнейших планов ключевой экономики. Также выходит достаточно большой пакет данных по странам в четверг, будут выходить данные по ВВП Еврозоны, также отдельно по европейским странам. Выйдет также решение Европейского центрального банка по депозитным средствам, по процентной ставке, то есть пока она также остается на нулевом уровне и даже пока прогнозы значений остаются прежними. То есть, скорее всего, ставку не поменяют. Ну и дальше пройдет уже пресс-конференция ЦБ по денежно-кредитной политике. Ну а пятница во многих странах выходной, день труда и, собственно, здесь рынок будет менее насыщен как раз новостями. Но, тем не менее, выйдет индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM. И здесь тоже нужно посмотреть, во-первых, сейчас значение находится чуть выше, сейчас находится минус ниже 50. То есть я напомню, что для данного показателя значение меньше 50, оно является негативным отражением текущей ситуации. То есть предыдущее значение было чуть выше 50, актуально 49,1, но вот прогноз 48,8. То есть все-таки понятно, что на фоне снижения общемировых темпов ВВП снижается и отдельно идет снижение и в производственном секторе в США. Но, тем не менее, показатели также являются очень важным для анализа и для отслеживания динамики. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент по активам. Начнем мы, как всегда, с евро-доллара по евро. Здесь мы можем говорить о начале восходящего движения, которое мы видим с точки зрения часового таймфрейма. И если мы посмотрим чуть ближе, уже на час, то, собственно, сегодня мы торгуемся выше максимума, который был сформирован в пятницу. То есть ушли от локальных минимумов, которые были также в пятницу сформированы. И здесь как раз уже появляется интерес для поиска покупок. То есть фактически продажи здесь я бы уже закрывал, если они были бы открыты. Ну а сейчас уже готовился непосредственно к покупкам. Здесь я для себя поставил отложенный ордер по 1.07.80 и со стоп-лоссом как раз за минимум пятницу. Соответственно, если это скорректируется в данную область, то для меня это будет интересная точка для входа. По британской валюте здесь мы тоже видим сегодня укрепление. То есть, ну, практически сейчас по всем фронтам мы видим снижение американского доллара. Фунт также торгуется выше тех значений, которые мы видели в конце прошлой недели. Здесь нет, ну, очень приемлемых точек для входа. Собственно, здесь единственный приемлемый уровень для меня на текущий момент это 1.23.14. Именно туда я поставил отложенный ордер со стопом как раз за минимальное значение, которое было сформировано еще 21 апреля. То есть, вот туда, если мы скорректируемся, то к росту фунта, ну, и, в принципе, к сделке на покупку я присоединюсь. Но, скорее всего, буду смотреть также очень пристально. Затем сможет ли цена уйти ниже минимума в пятницу. Потому что, если она уйдет, то, скорее всего, мы сможем уйти еще одну волну снижения. И тогда уже покупки я буду закрывать. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь мы видим сегодня в понедельник снижение от локальных максимумов, которые были на открытии. Но, собственно, пока у нас сохраняется здесь также движение нисходящее. Пока отложенный ордер, который у меня здесь был, чуть ранее его я удалил. Но сейчас общий фон у нас сохраняется нисходящий. Поэтому здесь ждем обновления минимальных значений и движения дальше уже в область 1.38.76 к следующим целевым значениям. По паре американский доллар, японский иен. Наконец-то мы выходим из того боковика, который мы видели последние несколько торговых сессий. Начиная с 15 апреля. Собственно, сегодня мы обновили минимум, что дает также предпосылки на начало нисходящего движения. Поэтому здесь имеет смысл также искать продажи по данному активу. И, собственно, здесь имеет смысл входить со стоп-лоссом за 1.08.08. То есть за тот диапазон, который был как раз и сформирован последние несколько недель. То есть чем ближе получится войти к данной точке, тем, в принципе, интереснее может получиться вход. Но сейчас еще нужно следить за тем, сможет ли цена преодолеть область минимальной значений, которые мы видели 14 и 15 апреля для подтверждения как раз сохранения данной нисходящей информации. По австралийцу продолжается рост, продолжается восходящее движение. Мы подходим к области максимальной значений, которую мы видели в середине апреля. И сейчас уже австралийца их обновляет. Моя сделка на покупку здесь была открыта в пятницу. Сегодня мы обновили локальный максимум. Поэтому стоп-лосс с минимумов 21 апреля я перенес уже за минимум пятницы. Для того, чтобы как раз оградить топ-позицию, которая у меня сейчас открыта, от дополнительных рисков и дальше ее сопровождать. Поэтому здесь я остаюсь в покупках и переношу стоп-лосс также уже по ходу движения цены. По новозеландцу движение похоже, но пока мы не обновили локальный максимум, который мы видели в середине апреля, в отличие от австралийца. Поэтому запас хода здесь остается чуть больше. Поэтому движемся в область 60.91, в следующей цели 61.30, ну и дальше уже по восходящей. То есть на текущий момент сохраняется также восходящее движение по новозеландцу. Золото немного скорректировалось в пятницу от локальных максимумов. Не смогли мы все еще уйти выше отметки 1750 долларов за тройскую унцию. Но вот такое чувство, что золото вот-вот готовится пробить данное целевое значение. Но пока здесь общий фон также сохраняется восходящий. Если мы увидим закрепление ниже минимума в пятнице, то можем говорить о начале нисходящего движения и еще одной волне коррекции. Ну а вот в свою очередь индексы возобновляют рост. Позиция на текущий момент моя направлена на то, чтобы искать как раз покупки. В принципе вот здесь по DAX. Здесь я тоже считаю, что можно было бы купить. Сейчас давайте вместе посмотрим, где здесь было бы интересно войти. Вот по DAX сделку как раз я не установил, но давайте вместе это сделаем. Ставлю здесь минимальный объем, так как, как правило, только этот объем сейчас я могу для себя использовать. Тем более из-за повышенной волатильности по данному инструменту. И сейчас мы с вами посмотрим, где же я могу к данной точке пойти. То есть вот фактически сюда бы я поставил стоп лосс. То есть здесь как раз получается около 1%. Ну вот фактически, да, вот тот уровень плюс-минус, откуда я бы присоединился. То есть это 10 314. Если будет коррекция сюда, то вот как раз отсюда будет достаточно интересная точка для входа по индексу DAX. Поэтому здесь я уже вместе с вами подготовился к покупкам. И сейчас вот считаю, что это все-таки будет здесь максимально интересно по данным инструменту. По S&P мы тоже переходим в фазу роста. Сделка на продажу, которая у меня была открыта, закрылась сегодня по стоп лоссу. После обновления локальных максимумов после ухода как раз выше максимум 23 числа. Поэтому здесь я тоже уже переориентируюсь на покупки. Но по DAX пока ситуация выглядит чуть более интересная. Здесь пока не ставил отложенных ордеров. Возможно, это сделалось сегодня по ходу в течение дня. И также по данному инструменту. Нефть. В целом мы видим после меню, которые были сформированы 21 числа. Пока цена на нефть ниже не опускалась. И был создан небольшой диапазон. То есть фактически сейчас мы смотрим CFD на нефть марки Brent. Но он в целом передает общее настроение. То есть как движется цена на нефть. Но сегодня с утра мы видим ослабление по всем фьючерсам, по всем инструментам на текущий момент. Ну, собственно, сейчас мы смотрим. Сделка у меня открыта также по фьючерсу на VTI. Здесь я пока оставляю данную позицию. Но хочу также обратить ваше внимание, что на текущий момент от провайдеров ликвидности поступают довольно-таки большие свопы. Поэтому здесь держать позицию долго очень невыгодно. Тем более со среды и четверг своп берется в тройном размере. Поэтому здесь я должен быть крайне аккуратным. Возможно, буду позиции закрывать просто руками, потом переоткрывать уже по лучшим ценам. Но посмотрю. То есть здесь уже появляется достаточно большое желание закрыть сделку по VTI. Но подержу ее, скорее всего, до конца дня. Пока стоп у меня стоит за минимум, который был как раз 22-21 числа здесь сформирован. Если выйдем все-таки из этого диапазона, обновим локальный максимум, то позицию я сохраню. Скорее всего, буду просто перезаходить. Но, тем не менее, сейчас пока мы видим небольшое снижение, что не выглядит очень интересно. Ну и по фьючерсу, по юническим фьючерсу, также мы видим сейчас небольшое снижение по данному инструменту. Поэтому продолжаем наблюдать за нефтью и следить, как ситуация также будет развиваться уже по всем остальным инструментам. Ну а на сегодня это все. Напомню, что у нас также завтра пройдет совместный вебинар с доктором Элдером, на который я вас также всех приглашаю. Ссылка на регистрацию будет в описании к этому видео. Приходите и будет уникальная возможность задать ваши вопросы трейдеру с колоссальным опытом. Поэтому регистрируйтесь по ссылке и будем рады вас видеть на данном вебинаре. Ну а я со своей стороны всем желаю хорошей торговой недели. Вопросы оставляйте в комментариях и не забывайте ставить лайк. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok